Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А родители как называли в детстве? Настусик. Настусик? Да. Настусик вам не вполне по формату поднимешь. Мама меня называла Дынька-Колхозница, у меня была очень большая голова. А незаметно, кстати, на детских фотографиях. Ну, это я порвала все эти детские фотографии, потому что они издевались давно, две сестры моих, одна двоюродная, Катерина. Как у вас родная одна сестра. Одна, да, потому что у нас была дружная семья, и мы жили вместе. А мы уже снимаем, что ли? Да, мы в эфире. Да? Да. Я так разговаривала. Да, потому что мы всегда жили одной семьей, и мама с сестрой, они близнецы. И как бы всегда там все праздники происходили у нас дома. А Катяка с Ленкой, у меня надо мной всегда издевались. Лена, это родная ваша сестра? Лена, да, это родная старшая, а Катя еще старшая, вот, двоюродная сестра, мам, уже дочка теть Наташи. Вот, и они мне все время показывали фотографии, а в детстве мы же все такие глупые, такие трогательные, переживаем за все подряд. Я их разорвала, выкинула, они были такие смешные, сейчас бы с удовольствием над собой посмеялась, но тогда для меня это было больно. Сначала их спрятала, они их нашли, потом я их, короче, опять нашла, порвала. Вот, но голова у меня действительно была как инопланетяне, потому что мама говорила, когда я родилась, я была фиолетового цвета, и у меня была гигантская голова и маленькое лицо, значит, такой гуманоид. Как вы все критичны, знаете, у нас глупые только кошки в передаче бывают, вообще считается, что кошка глупое животное, но она мне кажется, они просто очень загадочные. Я думаю, что они не глупые. Соня, это Соня. Вот видите, я прям под цвет Сони сегодня. Да, там. Мы с ней, да, тандем такой творческий. Соня обратила на это внимание. У вас, кстати, были кошки в детстве? У меня были кошки, но не в детстве, у меня была кошка где-то лет, ну, наверное, пять назад, вот, дочка назвала ее Сашей. Машка Аськой, потому что тогда была модна вот эта Аська, она имеется в компьютере. Ну, да, да, да. Да, я не знаю, что это такое, я с компьютером вообще не дружу, но что это такое Аська, это какое-то общение, да, что-то. Это да, это такой мессенджер, да. Да, да. Вот, она и назвала Аськой. Вообще, мы хотели, чтобы нам подарили доброго веслоухого котенка, такого жирного, чтобы он только ел и спал, вот, чтобы он можно было чесать, знаете, гладить, чтобы он... А подарили какое-то сумасшедшее чудовище, которое прыгало по занавескам, царапало всех гостей, потом она, когда выросла, начала... Это была как сторожевая собака, начала бросаться на всех людей, кто входил в дом, особенно детей. Вот, мы ее запирали, все время прятали, я сама ее боялась, когда спала, знаете, так вот одеялком ноги закутывала, потому что она там, не знаю, считала, что это мышки мои, там, пальцы или кто. Она все время нападала, поэтому это была очень такая агрессивная кошка, ну, вот. В итоге мы ее отдали тете, потому что я уже как бы не смогла с ней справляться, там, она года три со мной пожила, и я сказала, хватит, и вот с тех пор как-то животных больше не заводила. Если мы про имена, чтобы закончить эту тему, а вы как-нибудь дочерей, у вас есть какие-то семейные для дочерей? Ну, у меня, например, первую дочь мою, Александру, я назвала как бы сознательно Александр, и с детства у меня были два моих любимых имени. Евгений, Евгения, да, Александр, Александр, потому что мне кажется, что имя, которое и мужественное, и женственное, то есть оно и дополняет как бы к человеку какие-то качества противоположного пола. Именно потому что вам кажется, что такие имена. Да, мне тоже, да, Ярослава, Слава, то есть... Так, унисекс. Да, такой унисекс. Да. Ну, потому что мне кажется, что женщины, как бы, какие-то мужские качества... Ну, Александра, у вас то, что, Васильевич, я видел, единственное в виде обращения к вам, она вот такая девочка-девочка. Да, она очень трогательная, но все равно в ней есть внутренняя сила, которую она еще покажет, вот, в ней этого много. Ну, как она в Швейцарии будет показывать? Там мне не очень. Нет, она уже давно не учится в Швейцарии, мы уже год учимся обратно, да, переехали в Россию. Так, а вроде планируется по Швейцарии, Америка планировалась, нет? Все пошло не по плану? Нет, нам все там не понравилось, и мы решили поехать обратно. Я по ней скучала, она по мне и по Тошке скучала, по своей младшей сестренке. Поэтому мы приняли такое волевое решение, хотя нам сейчас оно, ну, немножко сложновато, потому что мы же не сдали ЕГЭ, и теперь она учится экстерном в девятом классе. То есть она сейчас второгодник, но не по развитию, а потому что случилась такая ситуация. У вас теперь уже не осталось людей, там, не знаю, кумиров, условно говоря, с которыми рядом вы чувствуете себя некомфортно? У меня все это осталось, и я думаю, что у меня, да, останется, наверное, всегда это, потому что, ну, меня вообще мамы, как бы, там, родители учили быть очень уважительны к людям, которые что-то стихли к возрасту. У вас, по-моему, не очень получалось. Нет, ну, это то, что я иногда несу, не важно, а то, что по жизни... А, то есть к Игорю Николаеву это уважение к возрасту? Нет, это возражение, возражение, возражение полное уже, это, понимаете, это уважение к тому, что этот человек, как бы, с кем он работал, какие хиты он написал, то есть даже хитами, это новое слово такое, как сказать, шлягер, композиция, ну, потому что еще одна моя самая любимая певица, это... Пугачева. Да, 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 Пугачева, конечно, и вот к Пугачевой, к Олегровой, и, то есть, когда и до сих пор, вот мы получали недавно золотой граммофон за нашу дуэтную песню, и я когда с ней стою, я не могу разговаривать, то есть у меня теряется абсолютно дар речи, вот это два человека на нашей эстраде, при которых у меня абсолютно теряется дар речи, и я хочу что-то там, эй, потому что я такая девчонка веселая, общительная, а тут я, эм, эм, и все, и я, то есть, начинаю холодеть, там, здесь сожжение потерь. Я не знаю, может быть, вот такая любовь, как бы, вот с детства, вот, огромная, то есть я выросла на этих песнях. Так, кстати, тоже приятно, ему слышать будет. Ну, блин, я, конечно, так говорить нельзя, но это просто так и есть, иногда даже, да, вот слова правильно не могу подобрать, но это как бы от души, вот, и поэтому я говорю, мы стоим с Рене Санной, и я не знаю, что сказать, и говорю что-то не то, не Влад, не в Попад, ну, короче, вот как-то так. Потом поехала в Санкт-Петербург, она, к сожалению, не смогла поехать, получать золотой граммофон, и я пела там одна, вот, с ее партией, и тогда я уже там, ух, сегодня рассказала, все сказала, и сказала, что слова сама написала, и вообще, граммофон мой, ну, как автора. Поэтому много-много, все, а с ней я даже забыла, что я ей слова написала, и вообще, где я нахожусь, и вот этот такой, у меня даже есть такая фотография, вот у меня такие глаза, ну, испуганно. И вот то же самое у меня была история, у нас время есть, я могу рассказать, да, Алла Борисовна Пугачевой, когда вот у нее было свое радио, и мы поехали. Радиуала. Да, радиуала, и я до сих пор, я, то есть, до конца не могла поверить, мы ехали с моей директором Леной, моей подругой, она тоже огромная фанатка, просто поклонница, то есть мы с ней всегда там, ну, то есть, если что-то поем, то это, конечно, Алла Борисовна Пугачева, вот. И, значит, я до последнего не верила, что она придет в студию, будет сидеть рядом со мной, задавать мне вопросы. Я думала, что запишут вопросы, как бы меня будут спрашивать, а потом включать, ну, как вопрос-ответ такая вот, без, как бы, человека. И когда мы входим, и они говорят, что сейчас Алла Борисовна придет, только вот там, она немножко себя плохо чувствует, не обращает внимания. Я говорю, то есть она в итоге придет, я у меня началась, а там было что-то, ой, ну, весна, у меня не... А, да, было как раз одиночество. Когда у нас вышел-то, господи, хит? В августе. Да, это было, значит, перед летом. Вот. И я села, и у меня начался просто такой мандраж. И вот эта садится со мной, значит, эта вот просто великая женщина, и я понимаю, что я ничего не могу говорить, я ничего не могу делать. Я просто мокрая насквозь из нее изображение, потому что у меня начинают работать там все мои гормоны, феромоны, не знаю, что там в организме у нас работает, но это неважно, это программа здоровья, ну вот. И у меня начинает трясти, я начинаю нести какую-то чушь, ну, короче, программа появилась, очень была веселая, очень такая, ну, и трогательная, и мобильная, и веселая, и, ну, и Алла Борисовна даже она себя неважно чувствовала, она даже говорит, господи, девочка, где у тебя подзарядка, я от тебя подзарядилась, пойду теперь с хорошим настроением. И что было для меня очень важно и приятно, когда закончился эфир, она попросила, чтобы все вышли, и сказала мне, ну, так, прям не несколько слов, так несколько минут, мы с ней поговорили очень по душам, и она мне сделала даже такой прогноз, что в следующем году я буду просто супер популярна, вот осталось только буквально месяц, и у тебя будет такая песня, которая вот останется с тобой на всю жизнь. Сначала сказала два месяца, потом просто говорит, нет, будет месяц, и я вот просто это действительно запомнила, вот, благодаря букет цветов, мы сидели потом в машине, ехали, когда на какую-то съемку, и я просто молчала. Когда вы говорите, мы, вы кого? Ну, я имею в виду Лену, да, свою директор, подругу, вот, мы сидели с ней и молчали, потому что для нее тоже это как-то, вот, она там даже, ну, мы не понимаем, что действительно произошло, и вот, мы так ехали только через полчаса, я говорю, Лену мне сказали, что я буду супер, короче, там, суперзвездой, что у нас будет суперхит, вот, через месяц, и через месяц я прихожу в офис к нам, в ПЦ Дробыш, и Виктор Яковлевич говорит, Настя, я написал песню, вот, ты должна спеть, случайно, одиночество, сволочь. Ну, и все, и так получилось. Удивительно, что вы текст написали, я когда узнал, что вы автор текста, я честно скажу, что я удивился. Это был мой первый опыт, и после этого, вот, я хочу сказать, Викторе Яковлевичу огромное спасибо за доверие. Я всегда писала и музыку, и стихи, но никогда никому не показывала, я считала, что это не мое дело, потому что я не профессионал в этом плане, я и в пене, это не профессионал, поэтому мне и так за себя иногда стыдно бывает, поэтому я думаю, куда мне еще своим творчеством в плане, там, сочинительства. А в чем вы профессионал, если вы так скромно относитесь к своей способностям? Я, наверное, ни в чем вообще. Я думаю, что пока я профессионал. А как актриса, вы не профессионал? Нет, я никогда не училась, я считаю, что профессиональный человек, который закончил... Да многие, знаете, учатся, учатся, и как-то не очень у них получается. Я как-то вот, знаете, за что зацепился, вы верите, значит, в предсказания, да, вот, в... Потому что я знаю такой эпизод, что вы со своей сестрой два года не общались. Да. И решили ей набраться, когда какой-то экстрасенс сказал, что вы забеременеете, когда помиритесь с сестрой, вы быстро-быстро-быстро стали мириться. А если вот эту экстрасенс не встретили, до сих пор вы не общались? Нет, вы знаете, это просто был такой ключевой момент, то есть, конечно, когда мы с ней поссорились, там, в первый же день хотелось помириться, но мы пошли обе на принцип, вот, и поэтому два года не общались. И это было очень тяжело, и каждый день я хотела позвонить, и она хотела позвонить, но вот сыграла вот эта гордость женская, сыграла, отпустила, разлука в дом вошла, ну, типа, слова из песни моей. И, значит, и поэтому каждый день мы хотели помириться, и когда уже, это был такой пик, пик, и когда мне начали все это, как бы, рассказывать эти экстрасенсы, что она там начала водить спичками, и говорить, что вот здесь, на втором этаже, была какая-то вот очень такая, ну, ситуация напряженная с твоей сестрой родной, ссора была, и это было действительно так, это ее комната находилась прямо над кухней, но этого никто не знал, потому что в моем доме никто не был. И я, ну, я верю в это, в какие-то вещи, конечно, это можно предсказуемо там рассказать, рассказать, короче, неважно, я верю. Вот, и, значит, ну, она просто говорила у меня еще такие вещи, которые вообще никто не знает. И поэтому она говорит, я, я, а вы, я очень хотела ребенка, очень давно, и у меня у нас ничего не получалось, и я уже там, хотел делать эко, там, фиге-ка, я не знаю, целиком, и она говорит, если вы не помирите, не помирите с сестрой, ничего не получится. Вот, и, как бы, вот это была, конечно, такая отправная, это такая точка, я позвонила Лене, и оказалось, что она на шестом месяце беременности. Ну, это как раз мальчик, который вам пообещали. Да, мальчик, который мне сказали, мне сказали, что я беременная. Все сказали экстрасенсы, что я беременная мальчиком. Я говорю, ну, этого не может быть, я не беременна. Вот, и говорит, ну, нет, сто процентов, вот вы беременны мальчиком. Вот, когда я позвонила сестре, она говорит, я на шестом месяце беременности мальчиком, именно вот Елисейка, моим крестным, просто невозможным. Ну, и, ну, видимо, какие-то моменты все-таки есть. А поссорились вы из-за чего? Девочки обычно и за мальчика ссорятся? Ну, нет, я даже не хочу вспоминать, чтобы, знаете, слова материальные, поэтому слава богу, что все это прошло и забыла. Значит, точно из-за мужчины. Нет, мы из-за мужчин никогда не ссорились. Да? А вот разговор про мужчин и женщин. Вы когда там говорите так и про Легрову, и про Примадонну, а вы при этом действительно для себя не осознаете, что вы как, как бы здесь выбрать, ну, как биологический объект гораздо привлекательнее почти всех женщин, выступающих на нашей эстраде. Это вы так считаете? Нет, это не я так считаю, это так считает, я думаю, что, ну, подавляющее большинство мужчин, во всяком случае. Мы сейчас не про творчество говорим, да, не про октавы. То есть вы это для себя понимаете, и это такая ложная скромность, или вы считаете, что это вообще несущественно? Я, да, я считаю, что это несущественно. Да? Да. Я считаю, что для работы артистки, даже и киноактрисы, и певицы. Корректор, что вы в караулке познакомились с Кальварским. С Кальварским, да, с Кальварским. То есть вы считаете, что Кальварский подошел, потому что был сражен... А, нет, вы в этом плане? Нет, я имею в виду в плане уже, как бы, не начало. Да, во всех планах. Просто иногда у человека такое, как сказать... Ну, господи, все синонимы забыла, нормально. Помогите мне, помогите женщине. Ну, я не знаю, вот это что, драйв или что? Сексапил? Сильный посыл, то есть, как бы, внешность, да, внешность не имеет никакого, как бы, значения. Ну, вот, например, для меня мужчина вообще не имеет внешность никакого значения абсолютно. Да, ну, главное, чтобы он был чистый, и там, не там, 385 грамм. Морозов был красивый мужчина? Ну, он мне уже жутко не нравился сначала, а потом он мне очень понравился. Да? А вообще считаете, что в первые 7 секунд все определяется? Нет, он мне вообще не нравился, мне показалось, что он какой-то странный даже, молодой. И вы решились родить от него ребенка, при том, что он вам не нравился? Да, я бы и полюбила только через полгода нашего знакомства. Понятно. А что для мужчины главное, деньги? То есть, возможность, успех? Деньги важны очень, успех тоже. Вы, кстати, поразительно... Нет, очень много женщин так думает, ни у кого смелости нет, в отличие от вас, вот это озвучить, что вы, там, у вас просто лейтмотивом идет, что вы всегда хотели, чтобы ваш мужчина был, во всяком случае, благополучен, состоятельен и мог обеспечить вам уровень. Это нормально абсолютно, я считаю, что это биологично, не все решаются вот это вот озвучить. Вы иногда, когда это озвучиваете, вы понимаете, что вы можете каких-то... Мужчина обидеть? Нет, нет, каких-то женщин вот задеть. Задеть? Вы знаете, мне кажется, если я буду думать о каждом слове, что я кого-то задену, это... Ну а как же, вы социально значимый персонаж, вы должны думать об этом. У меня вообще большая с этим проблема, вот, поэтому мне... А по-моему, нет, по-моему, наоборот. Нет, это не имеют в виду с моим языком, вот, и моими действиями, они всегда, как бы, разнятся тем, что на самом деле я представляю, предположим, дома, вот. Поэтому мне мои, там, пиар-менеджеры, Виктор Яковлевич Дробыш, сначала даже мой, как бы, вот, Анатолий мне всегда говорил, «Что ты смеешься? Как ты смеешься? Это ужасно, нельзя так смеяться, ты как лошадь, ты должна быть женственной, ты должна...» Вот, я не могу, как бы, да, у меня... В любом случае, я где-то прокалюсь, и все увидят, что это не натурально, и, как бы, это будет еще хуже, как бы. Поэтому, а потом, когда он как-то поехал со мной в гастроли, и когда люди, там, подходили, ой, спасибо вам за ваш смех, спасибо так смеете, вы открыты, а то мы там некоторые стесняемся, вот природа дала такой смех, и мы там сидим, он такой заразительный, вот, он говорит, ну ладно, хорошо, смесь, я там не прав, типа того, вот, поэтому какие-то моменты я, конечно, иногда несу, и то такое, что само уж потом стыдно становится, как посмотрю какую-нибудь передачу, думаю, господи, вообще, и я все время еще как котрандачих, у меня же, знаете, такой я эмоциональный очень, мне хочется все много сказать, времени мало, и вот это начинается, я не знаю, все говорят, что я, естественно, прекрасна. Вы прекрасна, да. Надеюсь, что так и будет дальше. Нет, на самом деле, ваша откровенность, она, ну, просто поражает, действительно, я вот прям с утра отсматривал все ваши беседы, которые нашел на ютюбе. Не, ну, иногда приходится врать, но это только, конечно, во благо, но это только во благо, чтобы никого не обидеть, и чтобы, вот, ну, это такие очень какие-то серьезные моменты, вот, поэтому я просто предпочитаю о них не говорить, но их очень мало там, ну, то, что я не умею врать, это сразу по мне видно, вот, конечно, там, макияж скрывает, я до сих пор краснею, как ребенок, гляднее. Ну, так, у вас это заложено просто... Ну, у меня с этим плохо, и поэтому, когда мне врут, я сразу это чувствую, меня так начинает прямо переворачивать. Когда мужчины врут или когда женщины тоже? Нет, когда женщины, и мужчины, и все, вот, и поэтому... Я хотела просто вернуться к прошлой теме, чтобы, да, не дай бог на меня никто не обиделся, вот, женщины, вот, любить себя, это самое главное, я никого не хочу обидеть, но просто вот иногда даже по дурости своей что-то несу, и так получается. Просто вот беседа была замечательная у вас с Юлей Меньшовой, и мне показалось, что она же тоже актриса, я думаю, она играет это или нет, потому что она просто посмотрела с каким-то таким вот, ну, изумлением. Я вот буквально перед нашей встречей с ней созвонился и спросил, как вот ей вы показались. Она сказала, что вы потрясающая, живая, интересная, но у вас с ней разные системы координат. Да, да, да. Какая у вас система координат? Как вы для себя эту систему координат видите? И кто еще в вашей системе координат из вашего цеха? Ну, я хочу сказать, что просто я проще. Я проще не потому, что я, может быть, такая родилась, я вот до сих пор не пойму, там, генетика или это воспитание. Это, конечно, как бы я проще в том смысле, что и семья моя гораздо проще. Я родилась в обычной, там, семье, хотя я москвичка коренная, то есть, там, папа водитель, мама, там, кассир. Поэтому мы, у нас всегда, нет, у нас всегда были правильные жизненные какие-то понятия относительно, там, уважения, там, не знаю, чести, патриотизма и каких-то еще, там, моментов, там, добра и зла, черного и белого. Да, в этом плане я считаю себя очень хорошим человеком. Знаете, вы что, точно не патриот Рязанского проспекта? Нет, вот это да, нет. Я такой патриот, как сказать. В общем, в плане был, в смысле, про отечество. Да, 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 про отечество. Потому что по Рязанский проспект вы даже сказали, что вы там отказываетесь сниматься. Я, да, у меня, понимаете, было там тяжелое, действительно, детство. Но у меня, как я, видимо, такой человек ранимый очень сильно. И у меня такая память, которая очень избирательная. То есть, она что-то плохое совсем забывает и что-то хорошее совсем забывает. То есть, я многих моментов в своей жизни не помню. Но какие-то очень чересчур плохие моменты, они засели. И я не хочу иногда их поднимать в себе. То есть, они меня прям вот как, ну, такая, ломают очень сильно. То есть, мне неприятно это все. Поэтому какие-то моменты с Рязанским проспектом, они как раз вот засели в моем там подсознании или где-то. И поэтому я вот не хочу... А вы росли на Рязанском или родились тоже? Да, я родилась на улице, господи, на Михайловом переехали. Ну, то есть, это тот же район, да? Да, это тот район, это соседняя была улица. Просто мы разъехались с сестрой. Раньше жили в коммунальной квартире, там, с маминой сестрой, с ее семьей. А потом мы разъехались. Как же она назвалась-то, господи? Да, неважно. Забыла. Нам главное помнить, как Соня называлась, чтобы зрители не забыли. Соня тоже очень красивое имя. Мы заканчиваем, как я вас уже предупредил, «Игрой вправду». Очень хороший фильм, это последний из российских фильмов, который меня тронул. И спектакль есть. И вообще, я знаю, что вы Гоша Куценко очень любите. Да, очень люблю. Поэтому, если какие-то будут претензии по вопросам, это прямо... Это к нему, да? Я сразу тебе говорю, это прямо Куценко, да, можете отрисовать. Так, значит, как это выглядит? Вы выбираете фишку какого-то определенного цвета. И потом такого же цвета карточку берете. Так, хорошо. Сейчас начнется. Так, это... Это красный, да? Любой красный. Любой красный. Ну вот, давайте вот этот красный. А я что, должна читать? Да, вслух. Так, откровенный вопрос. Вам иногда кажется, что ваш партнер крайне скучный человек? Нет. Нет, а вы кого вы имеете в виду? Это вы про Анатолия имеете в виду? Ну, да. Да, мне как-то сразу, да. Партнер, да, по жизни. Ну, мало ли может. Может быть, Дробыш тоже ваш партнер по... У меня нету скучных партнеров ни в чем. Это точно. Я вообще по жизни выбираю людей, с которыми мне было бы весело. И как бы сказать... А вы выбираете людей или вас люди выбирают, как вы считаете? Или вы манипулируете? Нет, я думаю, что это судьба. То есть, это мы сразу понимаем друг друга, хватаем. Потому что все люди, с которыми я долго иду по жизни, мы делали это с первой секунды, как мы увидели друг друга. То есть, ну вот, ну, потому что, видите, с Костей не получилось. Но он очень хороший человек. С Костей, это мы напомним, Константин Морозов. Да, да, да. Это он очень классный человек. Я его до сих пор очень люблю и уважаю. Он общается с дочерью? Да, конечно. Он принимает огромное участие вообще в развитии. А с Анатолиями они знакомы? Да, они знакомы, мы каждые праздники все вместе проводим, да, все знакомы. Поэтому, а вот, например, такие, которые вот я сразу схватил, подняла мое, и это все, это я уже не отпущу. Это вот Витя, это Толя. Ну, это, ну, на меня пока все. Сашуни у меня там еще есть, я боюсь гладить. Второй. Так, второй. Сейчас будет голубой, смотрите. Давайте. Во, я еще ведьма, кстати. Давайте, вот сейчас будет просим. Не даром с экстраселем. Если у вас там что-то... Вопрос на... Подумать. На подумать. Так, вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями, обещая при этом своему партнеру, что ни с кем не будете об этом это обсуждать. Да, мы на гастролях с девочками перетираем все. Ну, это не все девочки, по-моему, этим грешат. Да, я считаю, что ничего такого нет, потому что, вы знаете, например, если ты живешь с человеком уже 15 лет, я думаю, что мне все нравится. Поэтому плохому речь не идет. Принимается. Так, давайте. И финальное. Так, желтенький. Ну, все, сейчас прямо... Жесть какая-нибудь. На Ж. Так, Ж... Что написано? Мам, случалось засыпать на спектакле или в кино? Ну, на спектакле я, к сожалению, мало хожу, в кино часто, но нет, ни разу. Ни разу. Я люблю просто кино, очень люблю. Я на нем воспитывалась, потому что у меня дислексия, видите, как я плохо читаю, поэтому мне с книгами было тяжело общаться. Вот. А кино все-таки я как бы всегда поражала каким-то актрисам, делала какие-то там позы. А как вы с этим диагнозом вот роль заучиваете? Вы импровизируете? Нет, мне помогала мама и Толя, и они читали мне вслух, я запоминала на слух. Да, и потом, ну, я очень долго читаю, то есть для меня это сложно. Хорошо, я дарю вам на... Почитать! Сейчас пойдем на почитать как раз на всем вот это. Это 24 кадра про женские истории, здесь беседы с вашими коллегами, с каждыми девушками из шоу-бизнеса. Надеюсь, что наша с вами беседа в одну из следующих книжек войдет. Слава совершенно замечательная, просто потрясающая. Спасибо. Я не знаю, через экран чувствуется энергетика. Нет, я его почувствовал. Спасибо вам большое, Жень. Можете, кстати, тоже почувствовать. Спасибо. Убежал, даже полиняло. Надо так, да? Да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok